Всем привет, друзья! С вами Unreal. И сегодня мы посмотрим на магнитные двигатели, которые запрещены. Эти технологии тщательно скрываются от обывателей, а также от мыслящих людей. Дабы никто не проверял, снимаются специальные фейки, где ничего не получается добиться. Но многие не понимают, где можно взять свободную энергию в этих магнитных двигателях. Магнитные двигатели бывают разных типов, но работают в принципе по одному и тому же принципу. Давайте посмотрим на несколько подобных двигателей, а дальше увидим мой собственный прототип магнитного двигателя. И прогресс в этом деле уже достаточно хороший. Поехали! Земной двигатель, БТГ-генератор, мощностью более 25 киловатт, где крутится два огромных магнитных барабана, и все это преобразуется в электричество. Затраты на производство этой энергии почти нулевые, а выход 25 и больше киловатт. И сегодня, друзья, я вам покажу магнитный двигатель на основе магнитной елочки. Опять-таки запрещенные технологии, которые скрывают от народа. Казалось бы, обычный магнитный двигатель, который каждый пробовал делать, и он никогда не работал. Но сегодня мы углубимся в эту тему и посмотрим, а где же все-таки есть реальный плюс в энергии. Я вам кое-что покажу. А вы, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно распространяйте это видео, чтобы как можно больше людей узнало об этих секретных технологиях. Поехали! Ух, друзья, вы просто не представляете, насколько долго я делаю всю эту красоту. Это мои прототипы БТГ-генераторов на магнитах. Ну что, друзья, вот, собственно, и первый прототип моего магнитного двигателя. Точнее, это уже вторая модель. Сейчас мы поговорим о магнитных двигателях по принципу магнитной елочки, V-двигателя, а также прочих спиральных магнитных двигателей. Я вам скажу то, что они все работают, просто многие, кто занимаются ими, они не могут правильно снять энергию. Тут самое главное, что понять, где находится полезный момент работы этого магнитного двигателя и есть ли он вообще. И самое главное, здесь просто придерживаться правил, и все у нас будет работать. Вот здесь располагается у нас такая улиточка с магнитами. Магниты все в одну сторону одним полюсом, например, север-север-север, внутри, например, юг-юг-юг. Сделано оно вот таким вот образом, напечатано на 3D-принтере, здесь использовано два подшипника и стоит все это на вот такой подставке. Так, собираем все это дело и смотрите, что у нас получается. Для эксперимента нам сейчас потребуется еще небольшой кусочек магнитов, тоже из той же пачки, и смотрите, что у нас получается. Так, давайте проведем эксперимент и посмотрим, что у нас получается. Так, в данный момент магниты стоят на притяжении и смотрим. Магнитная система прокручивается с максимальной силой вот где-то под самый конец. Смотрите, проходим вот эту точку мертвую, да, вот эта вот самая тяжелая точка. И смотрите, что у нас получается. Я тут немножко доску придерживаю рукой снизу. Так, никаких моторчиков нету, напоминаю. Видите, прокручивается. Вот, самое интересное то, что этот эффект легко преодолеть, вот этот вот. Главное правильно суметь снять вот этот вот плюс в энергии. Смотрите, включаем и прокручивается. Дальше что нам понадобится? Смотрите, мы можем делать немножко по-другому, смотрите. Мы можем делать вот так, и она будет крутиться, но периодически, конечно, будет прилипать, потому что сила магнитов просто нечеловеческая. Вот, главное вот этот момент, вот этот вот, когда вот здесь самое сложное преодолеть. Для этого мы воспользуемся вот такой болванкой от гантели. Вот так вот устанавливаем, и вращаться она уже будет больше по инерции, то есть ту силу, которую магниты вот тут вот вырабатывают, грубо говоря, да, хотя так неправильно будет сказать. Так, так, так у нас походу на притяжение. Так, преодолеваем вот это, и заметьте, тут зазор прям вот рядом с кругом маленький. Смотрите, что получается. Маховик. Маховик как раз накапливает эту энергию у нас, то есть, по сути, свободную энергию. Заметьте, вот это движение, которое я делаю, оно не требует столько сил, сколько вырабатывают эти магниты, но тут все нужно очень правильно снять. Если делать все от балды, вы даже не поймете, что получаете, грубо говоря, больше энергии. Работает это по принципу магнитной елочки или магнитного V-двигателя. То есть, вот такого, который крутится. То есть, представьте себе другую плоскость. Я так вот немножко подразгоню его. Его вполне очень зверски разогнать. Главное, чтобы подшипники у вас держали. Чтобы вот это движение вручную не делать, есть такая потрясающая штука от автомобиля. Вы уже понимаете, да, то, что мы можем в одном месте где-то поставить геркон, и он как бы будет вот так вот подталкивать наш генератор. Соответственно, вот сюда надо добавить побольше-побольше массы. Желательно взять какую-то свинцовую болванку, килограмм на 10, и более правильно скомпоновать вот эти вот магниты. Тогда у нас вот эта нечеловеческая мощь, она будет отправляться как раз-таки в маховик накапливаться. И, возможно, мы даже сможем преодолевать вот этот вот момент, да, потому что когда масса проходит, она все равно накапливается энергия в этой массе. То есть, то, что делал Белецкий, у него просто мозгов не хватает на какие-то моменты такие. То есть, видите, да? Многие, конечно, делали не получилось, но, по крайней мере, нужно понимать, где здесь мы имеем плюс. А плюс в этом генераторе мы как раз-таки имеем. Вот. Представьте себе, магнит стоит статично, и он начинает притягивать, смотрите, вот, болванку. Мы просто убираем в последний момент, да, чтобы вот это усилие преодолевать. Тут-то магнит только притягивается, тут никакой лишней силы мы не тратим. Вот. Главное понять этот вот момент. На отталкивание магнит работает немножко по-другому. Так, сейчас мы его поставим вот так вот. Вот. Супротивляется болванка. То есть, тут немножко по-другому надо. Она вот так вот пытается убежать в максимальное расстояние. Также нужно подбирать вот это расстояние. Если оно вот слишком большое, да, силы магнитный двигатель будет давать не очень большое. И зависит еще от размера вот этого ротора. Потому что чем больше ротор, соответственно, магниты постепенно уходят. И, соответственно, да, например, или притягиваются, накапливается больше энергии в массе вот этой. Поэтому с этим магнитным двигателем нужно еще поиграться. Поверьте мне, это очень интересная штука. Это не просто какая-то ерунда. Все эти спирали не просто так нарисованы еще в старинных вечных двигателях. Запомните, ребята, мои слова. Советую скачать видео, потому что, ну, мало ли, мало ли. Потому что для многих вот покажется секретом, да, но несколько человек получилось сделать крутилку, которая крутится сама. Правда, она рано или поздно останавливается. Потому что вот этот магнит, он не должен быть статичен. Он должен либо вот так вот отъезжать, да, только тогда оно будет работать. То есть, не прилагая никаких усилий, просто я немножко подтолкну. И происходит движение, как я уже говорил, почти на 350 градусов. Ну, интересно еще то, что это болванка от жесткого диска. И в нижней ее части есть контакты. Если подключить к этим контактам светодиод, допустим, при вращении этой болванки будет вырабатываться электричество, и светодиод будет загораться. Вот. Оп. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Выходит на шелк. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Вот видите, да. То есть, это не как пружина работает, да, если так в таком плане понимать. Потому что она немножко себя по-другому ведет. Это все-таки магниты. Если добавить массу, тогда мы сможем вот этот магнит сильно не трогать, да, и она сможет несколько раз, например, прокрутиться. Давайте попробуем это даже сделать. Вот так вот. Сейчас мы его разгоним. Вот оно начинает сейчас притягиваться, да, чем ближе. Надо немножко преодолеть вот этот момент. Кто говорил, что магнитный двигатель невозможен, друзья? Вот, смотрите. Сейчас происходит что? Если таким образом немножко раскрутить, да, а либо надо добавить массы, мы когда вот так ставим, оно еще проходит несколько кругов. Вот. Наша главная задача это масса. Масса и вот это вот расстояние обыграть. В общем, друзья, магнитный двигатель возможен. Работаем в этом направлении. Так, ну что, друзья, вот он предыдущий мой прототип. К сожалению, пока приходится закрывать эту деталь, потому что она, во-первых, не готова и, возможно, является новой разработкой. Потом позже покажу, если заработает. Просто не хочу, чтобы раньше времени видели, как катушка там с магнитами устроена, потому что это весьма-весьма наводит на интересные мысли меня. Вот здесь лежат железные металлические болванки, чтобы создавать вот то же самое, что мы видели вот здесь вот. В общем, тут тоже. Тут располагается четыре черных магнита, достаточно мощных, из специального сплава. Потом тоже об этом поговорим. Пока что этот прототип тоже у меня остается на второй план, потому что вот перспективнее в данный момент работать вот с этим. Пока что с магнитными двигателями, друзья, вот такие дела. Также вот такие запчасти изготовил. Также, друзья, не забывайте подписываться на меня в фейсбуке. Я там очень часто выкладываю фотографии разных прототипов БТГ-генераторов. Ну что, друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok